В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Каждый должен быть здоров. Скрининговые обследования. Государственная программа модернизации ЖКХ и ее реалии. Знание трех языков вне предел. Даешь 8. Один из самых острых социальных вопросов сейчас – ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве. Жители многоквартирного жилого дома по улице Панфилова 3 жалуются на проведенный ремонт по государственной программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства. И они не единственные, кто не удовлетворен работой строителей. По программе модернизации ЖКХ в темыртал по улице Панфилова отремонтировали дом номер 3. Но жильцы недовольны выполненной работой. Ремонт оценили в 12 миллионов тенге. Протекающие крыши, сырые подвалы и трещины в стенах. Дом давно требовал вмешательства строителей. Но не прошло и года, как жители начали выявлять многочисленные недоделки. Подтекало. Ну вот поэтому мы и согласились на ремонт крыши, что начала крыша течь. Уже стало 50 лет дома с лишним. Так сколько ж можно. Ну вот. И согласились на этот ремонт. Обрадовались, что сделают. Ну вот и обрадовались. Пока нечему радоваться нам, честное слово. Жильцы дома высказали свое недовольство. Проведенным ремонтом дома в частности работы по реконструкции крыши не закончены. Также жильцы данного дома указали на отвратительное качество косметического ремонта. На встречу с жильцами дома были приглашены сотрудники фирмы ТОТИ Мортал Казмет, которые разрабатывали проектно-сметную документацию по ремонту дома. В настоящее время образовалась проблема в том, что кровля по теневой стороне дома потекла. Выявлена причина. Одна из причин – это то, что жильцы неправильно эксплуатируют свою крышу. То есть они не заизолировали чердачную разводку отопления и постоянно закрывают слуховые окна, которые предназначены для естественной вентиляции. Согласно договору, подрядчик дает пятилетнюю гарантию на качество работ. Соответственно, в его же интересах сделать своевременно и качественно свою работу. Мы, так сказать, взяли обязательство до 1 мая устранить все их недостатки. Они здесь стихийно залезли на крышу, давая его долбить этот лед, попробивали нам профлист. Знатоков тут много. Но до 1 мая, я думаю, разберемся, так как мы деньги все не освоили, ах, мы не подписали. Отказываться от работы мы этой не собираемся, терять лицо мы свое не собираемся, к тому же у нас гарантия 5 лет. До 1 мая по просьбе жителей срежут сливы и заменят профлист. Подрядчик из своего кармана сделает снова ремонт в квартирах, где был потоп. Все хорошо, что хорошо кончается. Хотя бы на словах. Но когда исполнители, работающие по государственным программам, наконец поймут, что своей нерадивостью они подрывают саму веру в возможность реализации программы по модернизации ЖКХ. Да и деньги за ремонт дома жильцы должны будут вернуть государству. Жизер Абдраимова, Бахтиар Роспанов, Первый Карагандинский. Состояние и перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства в Карагандинской области рассмотрели депутаты областного Маслихата. На сегодняшний день остро стоит вопрос дефицита электрической энергии. Подробности в следующем сюжете. На очередной сессии областного Маслихата отметили, как проводится работа по развитию жилищно-коммунального хозяйства и как реализуются государственные программы, позволяющие проводить модернизацию систем для стабильного обеспечения населения теплом, электроэнергией, водой и газом. Энергетический комплекс в области, самый крупный в республике, и включает в себя 9 теплоэлектростанций. Роспроизводство связано с проводимым энергопредприятием в рамках конституционных программ модернизации и конструкции основного оборудования станций. Это позволило снизить уровень взносов оборудования с 80% в 9 до 70% в 13, о чем свидетельствует снижение технологических нарушений, проще говоря, столового, в 12-м году, в 12-м году, в 12-м году, в 12-м году, в прошлом году, в 98-м году. В ближайшие годы в рамках государственных программ развития регионов, развития моногородов и модернизации ЖКХ за счет средств государственного бюджета и инвестиционных программ предприятий планируется модернизировать тепловые и электрические сети в таких городах, как Караганда, Джисказган, Балхаш и Абай. Все эти мероприятия направлены на обеспечение стабильного теплоснабжения городов области. Тема сегодняшней сессии, она, наверное, одна из самых актуальных. Это перспективы развития коммунальной сферы Карагандинской области. Мы должны прекрасно понимать, что коммунальная сфера – это система жизнедоспечения Карагандинской области. От того, как будет работать эта сфера и эта отрасль, в прямом смысле, зависит качество нашей жизни, будет ли свет, тепло, вода в наших домах. Все это напрямую связано с работой коммунальщиков. Как считает Сергей Полищук, мы должны прекрасно понимать, что работа по улучшению коммунальной отрасли никогда не должна останавливаться. И данная сессия областного маслехата – это только начало тому, что будет сделано в будущем. Николай Кровец, Карат Рашитов, Бахтя Руспанов, 1-й Карагандинский. Современный казахстанец обязан быть здоровым. Сегодня медицина способна справиться с большинством заболеваний, поражающих человеческий организм, но при одном условии. Обнаружить патологию медики должны на ранней стадии развития. В поликлинике номер 3 Караганды уже четвертый год проводятся скрининговые обследования пациентов. Это дает положительные результаты. В рамках государственной программы «Саламатты Казахстан» были введены обязательные скрининговые исследования. Их проведение направлено на выявление заболеваний на ранних стадиях и предупреждение развития заболеваний, факторов риска, способствующих возникновению заболеваний, формирования и укрепления здоровья населения. Всего в настоящее время ведется обследование по шести направлениям – болезни системы кровообращения, сахарный диабет, глаукома, колоректальный рак, рак молочной железы, рак шейки матки. Обследование проводится в определенных возрастных группах, в которых риск возникновения патологии наиболее высок. Например, рак молочной железы у женщин от 50 до 60 лет. Проведение скрининговых осмотров взрослого населения включает в себя несколько этапов. На первом проводится формирование целевой группы населения, затем пациентов приглашают на обследование, участковые и медицинские сестры, а также передаются письма первым руководителям тех предприятий, где работают люди, нуждающиеся в прохождении скрининга. Ведь одна из причин неявки пациента на скрининг – это занятость на работе. А для удобства работающего населения скрининговый кабинет работает каждую субботу. Скрининг проводится бесплатно. Проводится он высоко специализированными методами, экспресс-диагностика проводится. Скрининг проводится раз в два года. Большинство людей идет на обследование с большим желанием, ведь это хороший способ проверить состояние своего здоровья. Есть, конечно, те, кто отказываются. Чаще всего это люди, которых ничего не беспокоит, и они не понимают, зачем им нужно идти к врачу. Но дело в том, что скрининг проводится для ранней диагностики именно тех заболеваний, которые на первых стадиях могут протекать бессимптомно. Поэтому медики проводят работу для того, чтобы всех убедить пройти обследование. В поликлинике номер три работают школы здоровья. Их десять. Уникальным является Центр профилактики инсульта, единственный в Казахстане. Его работа построена на рекомендациях ОВОЗ, Европейского сообщества, Европейской инсультной организации, Национальной организации инсульта США, Минздрава Республики Казахстан. Ежегодное профилактическое посещение врача должно стать важной традицией в каждой семье. Сергей Высокосов, Батия Руспанов, 1-й Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Херкюль. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это Ваш профиль Стандартная система профиль Galvin Профиль Galvin 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия эксклюзив Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах Золотой дуб Махагон Мореный дуб Темно-коричневый Орех И серый Но и это еще не все Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Galvin Морозостойкий, надежный, прочный В Карагандинской области состоялся семинар совещания по реализации государственной программы Агробизнес-2020 С участием руководителей акционерного общества КАЗ Агро, его дочерних предприятий, областных управлений, акимов городов и районов, а также сельхозтоваропроизводителей области Был подписан меморандум между Акиматом Карагандинской области и акционерным обществом КАЗ Агро о сотрудничестве Все подробности далее Темой семинара стало разъяснение механизмов реализации инвестиционных проектов в развитии сельского хозяйства А также кредитование сельских товаропроизводителей в рамках программы Агробизнес-2020 За последние годы в области удалось обеспечить динамичное развитие сельского хозяйства Отметил заместитель председателя правления КАЗ Агро Карята Туганов Сегодня надо сказать, что многие предприятия в силу субъективных, объективных причин Сегодня находятся в предбанкротном или тяжелом состоянии Поэтому согласно того, что сказал президент Это и в послании президента было, что оздоровить эти хозяйства Сегодня идет реальное оздоровление хозяйств Благодаря КАЗ Агро мы заимствуем деньги на внешнем рынке Агрария области активно пользуется предоставленным холдингом КАЗ Агро финансовыми инструментами Только за 2013 год ими освоено порядка 5 миллиардов тенге кредитных ресурсов Позволивших успешно развивать свой бизнес На территории Казахстана мы уже освоили несколько проектов У нас есть пилотный проект в Актугайском районе на сельском хозяйстве Поэтому надеемся, что... Они уже работают? Да, уже работают, уже в течение полугода работает система на крестьянском хозяйстве То есть показывают ожидаемые результаты В ходе семинара обсуждался ряд вопросов, в том числе и проблемных, связанных с реализацией различных проектов По итогам семинара между Акиматом Карагандинской области и Акционерным обществом Казагра был подписан меморандум о сотрудничестве Жесира Примова, Ужаскопаза, Бухтар-Успанов, Первый Карагандинский Два года назад в Караганде снова возродилась обувная фабрика Одно из градообразующих предприятий города На фабрике работают не только молодые специалисты, но и старожилы Те люди, которые сделали немало обуви для карагандинцев Амина Смакова с подробностями Карагандинская обувная фабрика вновь возродилась в августе 2011 года Руководство предприятия специально выкупило именно здание старой фабрики для того, чтобы снова воссоздать былое производство обуви В одну смену фабрика дает более 200 пар Обувь, кстати, специализированная Ее носят металлурги, шахтеры, инженеры, дорожные строители и многие другие Через пару лет, обещает руководство обувного производителя Будет выпускаться не только обувь для работников различных предприятий Но и повседневная женская и мужская Конечно, фабрика и сейчас производит классические модели мужских туфей Но в ограниченных количествах На этом огромном предприятии три основных цеха Закроенный, пошивочный и швейный В цехах работают целые бригады, которые отвечают за каждую деталь обуви От подошвы до шнурков Люди приходят у нас в рабочий день, начинается с полвосьмого утра И у нас оборудование, их нужно запустить Они должны там разогреться и так далее И потом начинается, каждый знает свою операцию И, соответственно, каждый начинает выполнять свою операцию И в итоге, когда все работают слаженно То все получается своевременно С половины седьмого утра и до четырех вечера работа на фабрике кипит Раскройщики, швеи и другие мастера передают друг другу детали, которые в итоге превращаются в обувь Сначала раскройщики делают выкройки Кстати, формы для выкройок самых разных размеров От 35-го и до 50-го размера Раскройщики на протяжении целого дня делают выкройки верхней и нижней части обуви И передают в пошивочный отдел Именно в этом отделе более десяти опытных портных, сидя за швейными машинками, создают наружную часть продукции Здесь же у них висит разработанная модельером модель выкройк Самое интересное происходит в следующем отделе, где и происходит основная заготовка будущих сапог и ботинок Каждый из мастеров имеет свое рабочее место и оборудование, которое позволяет сделать детали обуви Кстати, оборудование на фабрике одно из самых последних моделей Благодаря качественной и современной технологии через пару лет фабрика будет выпускать около 800 пар обуви в смену Новая техника – это не только количество выпускаемой обуви, но и ее качество Материал, с которым приходится работать, натуральный Кожа, меха привезены из-за границы Всего на фабрике работает около 60 человек В будущем здесь собираются открыть еще 150 рабочих мест Чтобы качество было на высшем уровне, директор лично искал тех людей, которые проработали не один десяток лет еще на старом предприятии Путем усиленных поисков нашли мы и технологов, и модельеров, и начальников цехов И создали небольшой коллектив, косяк которого в основном составляют именно старожилы Старожилы работают, как и раньше, не покладая рук У каждого из них стаж более 30 лет К примеру, Елена Шамшулина пришла на обувное производство в 1976 году Женщина делала выкройки и сейчас на новом предприятии продолжает это делать Когда на ту старую фабрику, мне сначала обучали Сначала я стягила каблуки, а потом меня поставили рыбать И обучали меня старой рабочей Старой рабочей научили, и я так продолжаю работать Елена Шамшулина делает выкройки для обуви А модельер Нина Рунц разрабатывает их Женщина около 40 лет придумывает и рисует модели сапог и ботинок Весь рабочий день Нина Рунц подстраивает под вкус заказчиках свои наброски И создает на бумаге будущую модель обуви Все осталось здесь, как и раньше, в 1970 году, говорит опытный модельер Кроме модели, мода меняется и вид обуви меняется Меняется только направление моды Раньше модели были, конечно, проще, не такие усложненные Сейчас, конечно, модели очень сложные, очень много деталей настрочных, такие спортивные, накладные Поэтому сейчас модели посложнее, чем раньше Как и на других предприятиях, несмотря на такое количество выпускаемой обуви, у фабрики тоже есть свои проблемы Проблема – рынок сбыта К сожалению, несмотря на то, что Караганда является очень промышленным районом у нас в республике Много заводов, фабрик Но, к сожалению, тяжело очень со сбытом Как бы сбыт, конечно, потихонечку нарабатываем Но, как вы знаете, рынок затоварен, очень много обуви привозной, который не отличается качеством Но цена дешевая, соответственно Мы работаем на всех натуральных материалах, поэтому у нас цена, конечно, чуть-чуть повыше Это дело поправимое По словам директора серии Катала Спекова, в будущем будет увеличено число выпускаемой продукции Также Карагандинская обувная фабрика будет производить обувь не только для земляков, но и для всех казахстанцев Что ж, с новой фабрикой Караганде возвращается была и слава лучшего производителя обуви Амина Смакова, Ожас Габаса, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский По-своему решили отметить 80-летие Караганды студенты колледжа Лингва Они организовали городскую научно-практическую конференцию, посвященную историческому развитию шахтерской столицы Изюминка в том, что ее участники говорили и выступали на восьми основных языках мира Многообразие языков звучало весь день в Лингве Гостями и главными соперниками стали студенты Кубуб и Гуманитарного колледжа Конкурс о Карагандин был многогранен Надо было рассказать и о основных этапах развития города Как экономического, промышленного, культурного центра Казахстана И о известных людях, которые внесли весомый вклад в развитие Караганды Главное, все рассказы звучали на государственном и других языках Так что трехязвичие, которое должно стать основой знаний и общений казахстанцев Здесь было реализовано на все 200% Не так просто было рассказать о Караганде Ведь оценивались не только знания истории, но и языковая грамотность В Лингве обучаются будущие переводчики И ударить в грязь лицом перед гостями очень не хотелось Одна из главных целей сегодняшней научно-практической конференции Которая носит имя Караганда, это гордое имя Является пропаганда, популяризация истории становления города Караганды И одной из самых главных целей является Организация площадки для языковой практики подрастающего поколения Все участники конкурса получили сертификаты И серьезную практику от общения на языке, который они выбрали для изучения Сергей Высокосов, Габидлен Куружбеков, Бахьяр Успанов, Первый Карагандинский Инженерия будущего Под таким названием в Назарбаев интеллектуальной школе города Караганды Открылись четвертые наурызовские встречи Эти традиционные дни науки ежегодно проводятся с целью углубления знаний Развития исследовательских навыков учащихся Сегодня наурызовские встречи проходят в преддверии Экспо-2017 И это вносит новизну в работу школьников Программа первого дня была очень насыщена На разные темы читались лекции, проводились конкурсы Участниками встречи были учащиеся интеллектуальных и общеобразовательных школ Из всех регионов Казахстана На встречу выступил заместитель Акима области Бисимбай Жумабеков И поздравил молодежь с праздником наурыз Поздравить вас с открытием четвертого наурызовской встречи Назарбаев интеллектуальных школ Пожелать вам больших успехов Я сегодня приветствую на карагандийской земле тех наших зарубежных ученых Которые приехали на это важное мероприятие Формат четвертых наурызовских встреч предусматривал научно-популярные лекции Зарубежных и казахстанских ученых Известных общественных деятелей, мастер-классы Представление научных проектов учащихся Проведение обучающих семинаров и лабораторных работ И, конечно, песни и танцы Ведь наурыз – это праздник весны и веселья Вы должны быть подготовлены разнонаправленно Вы должны в себе воспитывать навыки широкого спектра Не просто сегодня просто знать знания этого недостаточно Надо уметь находить знания Надо уметь его использовать Вот поэтому сегодня мы говорим о инновационных школах После обеда участники проекта отправились применять свои знания и умения На предприятия и научные центры города Караганды Поездка познакомила детей не только с индустриально-инновационными предприятиями города Но и показала их подготовку к проведению Экспо-2017 Жезера Абдреймова, Улжас Гопасов, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский Это была последняя информация на сегодня Спасибо за внимание Приятных вам выходных До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин